Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Праздник космического масштаба. В Республике отметили 55 лет со дня первого полета Андрияна Николаева в космос. Комфортен для жизни и работы. Чебоксарский район подвел итоги за полгода. С граблями и мешками на Новочебоксарской набережной прошел экологический субботник. 11 августа 1962 года о Чувашии узнал весь мир. Ровно 55 лет назад наш земляк, космонавт Андриян Григорьевич Николаев совершил первый пилотируемый полет. Это событие стало большим шагом в освоении космоса. Сегодня вся республика вспоминает о космонавте номер 3 и о его вкладе в развитие космической отрасли. Улица Николаева. Здесь находится школа имени Андрияна Григорьевича и вот этот памятник. По традиции именно к нему жители республики возлагают цветы. Тем самым отдавая дань памяти и уважения покорителю космоса. 94 часа 64 витка вокруг планеты. Это рекорд пребывания человека в космосе тех лет. Как только Андриян Николаев вступил на Землю, он стал национальным героем. Чувашский сокол стал примером для подражания для многих мальчишек и остается им до сих пор. Я горжусь его поступком, что он полетел в космос, осмелился. Это не так легко. Месяцы тренировок, каждыми днями тренируешься. Это очень сильно надо быть. Тоже хочу быть космонавтом. Среди тех, кто пришел почтить память Андрияна Григорьевича, были люди, кому повезло встретиться с ним в силу разных жизненных обстоятельств. Когда-то я была еще молода и работала проводницей поезда Москва-Чебоксары. Меня предупредили, что будет ехать Андриян Григорьевич Николаев. Вы будете его сопровождать. Общительный, очень добрый такой. Советы даже дает. В шашки играли, в шахматы играли. Весело провели. Есть что вспомнить. Что вспомнить, есть и его коллегам. В Чувашию приехали известные советские и российские космонавты. Летний космонавт Российской Федерации, герой Российской Федерации Николай Михайлович Бударин. Андриян Николаев во многом был первопроходцем. Он первым взял ручное управление на себя. Первым отстегнулся от кресла, чтобы проверить на себе состояние невесомости. Риск был. Андриян шел с риском для жизни. Ни один человек на Земле не мог предположить, что невесомости будет так неприятно нашему вестибулярному аппарату. Это впервые столкнулись. Характер, его силоволие, его стремление к новому. Это было главное. Это отличало Андрияна. Скафандр, шлем и взгляд, устремленный в небесную синеву. Таким увековечен Андриян Григорьевич Николаев, легендарный покоритель космоса и гражданин Земли. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Музей космонавтики в небольшом селе Шоршелы на родине Андрияна Николаева известен всем. Сюда часто приезжают гости со всей страны. Юблейный год не стал исключением. Для гостей подготовили и новый экспонат. Это любимая песня космонавта номер три. Рассказывают, что он всегда с удовольствием пел ее, и теперь она слышна каждый раз, когда вспоминают Андрияна Николаева. В памятные даты здесь всегда многолюдно. Я присутствовал и на открытии музея в свое время. Мы здесь приезжали большой-большой делегацией. Помню, здесь фотографии на крылечке. И сейчас вот смотрю, как разросся вот этот яблоневый парк, как вот аллея, посаженная руками космонавтов, почетных гостей, как разрастается. И сейчас вот видите, аллея космонавтов с фотографиями, новые экспонаты здесь. И хотелось бы музею пожелать дальнейшего развития. Чувашского «Сокола» космонавта называют своим учителем. Он не только одним из первых совершил полет и установил несколько рекордов. Он был наставником молодых. Валерий Корзун рассказывает, что в статусе заместителя начальника Центра подготовки космонавтов Андриан Григорьевич был как отец. Конечно, мы на него смотрели, несмотря на то, что он был маленького роста, а мы большого, мы на него смотрели снизу вверх. И мы были удивлены тому, что вот насколько он просто ко всему относился. Он нас сопровождал и как бы руководил нами не как начальник подчиненными, а как мама детьми. То есть он так спокойно, доброжелательно все это организовал. Но мы, конечно, слушали, открыв рот. Когда мы стали знакомиться с его биографией, это удивительно. Удивителен его полет. Ведь в то время он был всего третьим космонавтом в России. Но каждый полет этих людей, я имею в виду Гагарин, Титов, Николаев, Попович и последующие, первый отряд буквально, у них каждый полет это был какой-то рекорд. Елена Березная, дочь звездного брата Николаева, Павла Поповича, рассказывает, что день встречи помнит как сейчас. Она единственная попала на трибуну Мавзолея, когда Николаева и Поповича приветствовала вся страна. Мы были обычной семьей, и наша семья, и Андрей Григорьевич тоже был обычный человек, которого никто не знал. Понимаете, проходит три дня, и вдруг весь мир говорит о них, по телевизору их показывают. Понимаете, такое внимание к ним. Для меня, естественно, для ребенка это просто был шок. Когда нас, мы же должны были встретить их сначала в аэропорту, в Нуково, для этого такой специальный помост поставили. Нас все ходили, не поверите, мы же все бедные были. Естественно, не могли же нас поставить на Мавзолей так, да. Мы все были красиво очень одеты. И мы встречали их. Подъезжает птица, такой лайнер огромный, дорожка красивая. И вот они идут вдвоем, молодые, красивые. Я прямо вот перед глазами они у меня стоят. Благодаря полету Андреяна Николаева о маленьком селе в Чувашии узнала вся планета. Космонавт номер три показал дорогу в космос молодым. Сейчас идет отбор, у нас очередной отбор в отряд космонавтов. И много заявлений, мы не успеваем их обрабатывать. И мы даже продлили сейчас набор до сентября месяца. Ну, очень приятно, что молодые люди хотят стремяться работать в космосе. Почетные гости на празднике, посвященном Андреяну Николаеву, воспитанники отрядов юных космонавтов. Алексей Михайлов учится в Шоршельской средней школе. Я получил медаль юного гагаринца. Я хочу стать моделистом-конструктором летательных моделей. Я занимаюсь авиамоделированием. К этой дате в музее выставили новый экспонат ГАЗ-2410. Эту машину Андреан Григорьевич купил в 1990 году. Сегодня в Шоршелах радиолюбители Чувашии установили связь с радиолюбителями Болгарии. Для этого использовали специальный позывной, посвященный 55-летию полета Андреяна Николаева. Татьяна Молокова, Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика. Праздник в честь 55-летия полета Николаева завершился в Театре оперы и балета. 11.30 по московскому времени с космодрома Байконур взлетает ракета с советским космонавтом номер 3 Андреяном Николаевым. Каким он был этот день? 11 августа 1962 года. Сегодня вспоминали и в Театре оперы и балета в Чебоксарах. Представить, каким он был для самого Николаева, помогает выставка. Вот, например, изображен скафандр, в котором летал Андрея Николаев. После полета в Гагарина и Титова скафандр усовершенствовали. Так нужно было сделать, чтобы при приземлении на воду он оставался герметичным. Большой популярностью на выставке пользовался стол с космической едой. Это макеты и оригиналы космической пищи, то есть пищи космонавтов, среди которых мы можем увидеть в брикетах хлеб. Это образец говядины с картофельным пюре. А правда, что суп, вот, можно, да, я возьму? Да. Что супы вот в таких вот были упаковки. Да, жидкая пища была в основном именно в тюбиках. Представляете, вот это рассольник. Попробовать еду, конечно, никому не разрешали, зато на мастер-классах ждали всех. У Дениса из Шоршельской школы получился Сатурн. Как ты думаешь, что самое сложное в профессии космонавта? Это не растеряться в непредсказуемый момент. Непредсказуемых моментов в полетах Андриана Григорьевича было много. Третий советский космонавт во многом был первым. Об этом рассказал нынешний экипаж МКС. 11 августа 1962 года на орбиту спутника Земли был выведен космический корабль «Восток». Его пилотировал летчик-космонавт Андриан Николаев. Замечательный сын чувашского народа. А 12 августа стартовал его звездный брат Павел Попович. Ваш земляк совершил самый первый в истории космонавтики длительный полет. Продолжительностью трое суток, 22 часа, 22 минуты. Я рад приветствовать всех вас на торжественном мероприятии приуроченному 55-летию полета в космос нашего Андриана, легендарного великого сына народа Чувашии, который полетел 11 августа в космос, поднял народ Чувашии, чувашский народ на мировой уровень. Космонавт Советского Союза номер 3, всегда номер один для Чувашии. Он не только полетел в космос сам, но и вознес имя республики на космическую высоту. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика. Как называлась улица Николаева в Шоршиллах до 11 августа 1962 года? Какую песню пели космонавты во время полета? Воспоминания главного хранителя музея в специальном репортаже «Чувашский сокол» смотрите сегодня на национальном телевидении Чувашии сразу после программы «Республика». Своевременное проведение сельхозработ, подготовка к новому учебному году и отопительному сезону. Эти и другие проблемы сейчас на повестке дня во всех городах и районах республики. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил эти вопросы с руководителями Чебоксарского района. Подвели и итоги социально-экономического развития муниципалитета за полугодие. Как и для всех районов республики, одна из главных задач – вовремя убрать урожай. В этом году техника вышла на поля с опозданием на 20-25 дней. В среднем в Чебоксарском районе с гектара получают 31 центнер зерна. В сжатые сроки нужно убрать весь урожай и начать посев озимых. Планируется засеять 4100 гектар. Определенные вопросы есть и в производстве мяса. Во многих хозяйствах значительно сократилось поголовье коров и свиней. Непростая ситуация. На птицефабрике «Чувашский бройлер» волнует местных жителей. Сегодня там, конечно, работники возмущаются. Что дальше будет? 49% в наших руках. Мы здесь ряд мер приняли, аресты наложили. Определенная социальная напряженность здесь, она и будет. Но мы там вырулим эту ситуацию и обстановку мы должны исправить. Кроме этого, Михаил Игнатьев обратил внимание на снижение объемов введенного жилья. В рейтинге муниципальных образований. Поэтому показатели – Чебоксарский район только на 20-м месте. В прошлом году 14 тысяч, в этом году 2 тысячи. Понимаете, падение 7 раз. Ладно, там переходящий может быть остались. Остается буквально немного времени. Здесь надо очень серьезно, озабоченно обсуждать эти вопросы. Между тем, предприниматели в районе чувствуют себя комфортно. В ближайшее время здесь будет реализован крупный инвестиционный проект. Группа компании «Ренова» – строительство теплицы. Общий объем инвестиций составит порядка 6 миллиардов рублей. Появится более 280 новых рабочих мест. Особое внимание у муниципалитета уделяется отрасли здравоохранения. Три больницы и 46 фельдшерско-акушерских пунктов полностью укомплектованы специалистами. Благодаря программе «Земский доктор» в районе работает 31 молодой специалист. Во всех медучреждениях проведен ремонт. Остается несколько вопрос очередей. После того, как посетил нас Народный фронт, мы все-таки по их рекомендации планируем сейчас открыть кабинет до врачебного приема, который несколько разгрузит напряженность врачей. В целом же население Чебоксарского района находит его привлекательным как для ведения бизнеса, так и для жизни. С населенных пунктов народ уезжал в город, а сейчас у нас в нашем поселении рост численности, также молодых семей очень много. Как раньше уже было, то, что большинство населения же выезжало за пределы Венчувашии на заработок. Но так как поселение потихоньку развивается, промышленность, сельскохозяйство, есть предприятие, которое открылось, и часть населения уже потихоньку ходит на работу, уже на территорию. Галина Титарчук, Расиль Мухаммедов, Республика. В Новочебоксарске на набережной Волги прошел экологический субботник. Порядок вдоль нижней набережной наводили работники администрации, депутаты и жители города. Новочебоксарская набережная представляет собой унылое зрелище. Вдоль реки стихийные свалки, заросли бурьяна. Глава республики приезжал в город Спутник, чтобы обсудить вопросы создания комфортной среды в рамках федеральной и республиканской целевых программ. Конечно, очень сильно расстроился, когда вот после обсуждения проекта благоустройства набережной, когда вот спустились, столько мусора, но это позор практически. Более чем странно, что об этом пришлось напоминать городским властям. Да и сами жители должны быть более активными. И лишь только вчера более 150 человек, вооружившись граблями, лопатами, мусорными мешками, вышли на борьбу с мусором и уборку скошенной травы. В числе тех, кто сменил деловую одежду на рабочую, глава администрации города Ольга Чепрасова. Еще четыре субботника мы планируем пока предварительно. В течение двух недель полностью будут завершены все работы по замечаниям, которые были даны в ходе рабочей поездки. То есть весь мусор будет убран и по мере появления он также будет убираться. Будут установлены урны, контейнеры. Бутылки, бумаги, железо, картон. Чтобы убрать весь мусор, участникам субботника понадобилось три часа. За это время вдоль нижней набережной было собрано более 80 мешков мусора и даже 8 кубометров скошенной травы. Окончательной разборке подверглась и полуразрушенная сцена. С набережной вывезено две машины старых досок. Набережная города Чебоксарска требует более пристального внимания. Почему? Потому что, прежде всего, это одно из красивейших мест города Чебоксарска. И по решению и по опросам жителей города Чебоксарска, было принято решение в 2014 году, мы начали благоустройство верхней набережной первого этапа. И вот в дальнейшем уже в соответствии с программой комфортной среды, городской комфортной среды, значит, включили программу также благоустройства набережной уже второго этапа. Всего на благоустройство набережной в Новочебоксарске в этом году выделено около 15 миллионов рублей. Здесь должны появиться пешеходные тротуары, ограждения, скамейки, освещение, ливнесток и велодорожки. А пока там стоит гранитный камень, как символ будущих масштабных работ. Рифат Фадкулин, Арына Гавилян, Республика. Это миролюбивое танцевальное направление, в котором действует правило ноутач, соперники не могут прикасаться друг к другу, появилось благодаря разборкам в американском бронксе. Брейкданс. Сегодня ему 44 года. Началось все еще в далеком 1973-м. Именно тогда один известный американский рэпер устроил вечеринку в честь нового учебного года. Диджей использовал две пластинки и удлинил инструментальные проигрыши, что позволило людям и слушателям танцевать дальше. Стиль, в котором они начали двигаться, получил название брейкданс. Брейкингом занимаются танцоры по всему миру. И столица Чувашия им не исключение. Брейкданс, ну, то есть руки напрягаются, можно, ну, отличный способ поддерживать свою физическую форму. И вновь возвращаемся к главной теме дня. В память о легендарном земляке, космонавте Андреане Николаеве, в республике прошел массовый велопробег. Спортсмены-любители стартовали одновременно из трех районов и встретились в родном селе космонавта. Чайка, Беркут и Сокол. Название велогрупп не случайны. Чайкой звали первую женщину-космонавта и жену Николаева Валентину Терешкову. Беркутом – звездного брата-космонавта Павла Поповича. А Сокол – позывной самого Андреяна. Три велогруппы из Новочбоксарска, Урмар и Мариинского посада преодолели суммарное расстояние в 95 километров. Что тоже не случайно. В первом полете наш земляк находился около 95 часов. Сегодняшний велопробег организовали члены общественной организации «Солнце на спицах». Это память о том великом подвиге, который совершил Андреан Григорьевич Николаев. Я, наверное, уже лет 10 участвую в этих мероприятиях. И мы очень рады, что каждый раз все больше и больше количества людей приобщается. Завтра в столице Чувашей состоится еще один велопробег. Старт в 19 часов с Московской набережной. Велосипедисты проедут 17 километров по точкам, связанным с именем Андреяна Николаева. К концу велоночи все собравшиеся возложат цветы к памятнику космонавта. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чувашей. Субтитры создавал DimaTorzok